Добрый вечер, мои любимые. Итак, четвертое. Декабря, пятница. Я шла домой, не снимала видео, потому что у меня разрядился телефон. А сейчас пришла домой и помылась, немножечко отдохнула. Вот, и решила пожарить картошечку. Что-то так есть захотелось. Не знаю. И захотелось с вами пожарить вместе, потому что одной что-то скучно. Кто со мной? Вперед! Картошечка. Ее надо, конечно же, сначала помыть. Я ее почистила. Вот четыре штучки, наверное, у меня даже не многовато. Сейчас он немножечко горячий. Потом холодненький. А, я сюда так мил. Сначала сдаюсь пяточком, потом холодненький готов. Ну, тут заползнем. Пришла сработать, еще не ела. Потому что пока мылась, пока стирала, пока то да сё. И даже немножечко полежала, потому что что-то я за неделю набегалась. Так, теперь сковородочек. Сковородочка. Надо помухать. Вот она мне нравится, потому что она была закрытая крышкой, и надо еще быть. Вот такая я. как говорила бабушка на меня, пыль дыдно. Не знаю. Я только себе доверяю. Хотя иногда я себе не доверяю. как тот грузин, который который в анекдоте, помните, говорит себе верить нельзя. Это может быть и не грузин, конечно. Потому что я люблю грузинов. Это может быть кто? Ну, какой-нибудь Чукча. Я не думаю, что меня какой-нибудь Чукча смотрят. Чукча. Иди. Судорова говорит. Себе верить нельзя, да? Себе верить нельзя. Мужик подходит и говорит. Почему ты все время повторяешь? Себе верить нельзя. Себе верить нельзя. Он говорит. Как лучше? Говорят. Людям надо верить. Людям надо верить. Себе верить нельзя. Думал, пукнул. Пукакался. Вот такой у него. Такой у него. Такой у него. У меня страшная уже сковородка. Ручка отломана. Это поцарапанная. У меня мой зритель, который любит... Здравствуйте, Евгений Павлович. Который любит смотреть, как я готовлю. Говорит. Ира. Я каю эту сковородку, забираю себе, приеду в гости. А тебе, типа, куплю новую. Это смешно. Крышечку тоже надо ополоснуть. Я говорю, зачем ты такая старая сковородка с поломанной ручкой, с поцарапанной. Он говорит, ну, это что? От тебя прям ракет. Сейчас на секундочку поставлю, потому что у меня... Куда поставлю? Вы сюда хотите газетку почитаете? Пока я секундочку помолю. Говорит, это ракет. Готовила. Смотрим, что-то я превратила. Да, смешно. Я уже помыла. Маленькие щаски поколокну. Секундочку. И все готово. Говорит, мама, следует снова. Что-то у меня сейчас холодное готово. Вот, что-то разоткетно. Идеально. Идеально чисто. Прекрасно. Да. Так. Теперь нужно зажечь плиту. Плита не идеально чистая. Но иногда она бывает грязнее. Я неделю тут не была на кухне. Готовила подруга. Вот. И ребята вот эти уже с нами тут готовят. И еще одна соседка с супругом тут тоже готовит со мной. С нами. С другой. Вот. Как бы так сделать, чтобы оно не потухло. Да будет свет. Видите, как мы добываем огонь. Это же прекрасно. Так. Теперь ставим сковородочку. Наливаем маслица. Рекламировать маслица не буду. Слушайте. Не знаю. Наверное, много я налила. Может, нет. Посмотрим. Теперь надо резать картошку. Как же мне поставить, чтобы вы видели, как я режу картошку? Даже не знаю. Если так, не видно. А если вот так? Может, что-то будет видно. Наверное, ничего не видно. Ну, значит, потерпите, только я порежу. Я режу очень быстро. Не знаю. Я картошку жарю, наверное, с пяти лет. У меня уже ручки сами заточены. Я не думаю, готовлю его зарезать. Но он сама режется. Короче, автопилот. Какие-то программы у меня уже, наверное, вставлены. Все. Еще одна и все. Не знаю. Там вообще что-нибудь видно. Не думаю. Ну, зато я с вами разговаривала. Это же приятно. Сейчас покажу вам картошечку. Как я нарисовал. Целую сковородку. Буквально за полминутки. Кто молодец? Вот. Видите? Теперь я ее сразу-сразу солю. Сейчас я вам себя хоть покажу. Сразу-сразу солю. И закрываю крышкой. И она жарится. Огонь не убавляю. Иначе она будет вареная. И раз это самое. Огонь большой. Так, сейчас кусалек. Солька. Я все крупы сюда перетащила. Ну, большинство. Подруга говорит, у нас нет ни макарон, ни промышленных, ничего. А я говорю, в смысле, я туда все отнесла. И чечевицу, и все. Она говорит, ничего себе, я испугалась. Думаю, куда все делать? Я говорю, я говорю, обокрали нас. Обокрали макароны, и рис, и чечевицу. И все сюда принесла. И масло. Так, посолила. Теперь накрываю крышечкой. Раз. И все. Я свободна. Сейчас только ручку помою от соли. Смотрите, как у меня в соли. Красиво так эти гранулы. Я их иногда рассматриваю. Близко-близко. Они такие прикольные. Щипет у меня тут поцарапано. И когда соль или лимон разведает. У меня сейчас подруга ВКонтакте. Сняла фотографии и показала, как огромные столетние деревья, даже больше, чем сто лет, не знаю сколько, вообще огромные, там как трехэтажные. Красивые, красивые. Ясень и еще какие-то лиственные. Говорит, все во дворе срубают. Я говорю, вот правда. Вот нечем людям заняться. Они нихрена не делают дороги. Они не заделывают какие-то дыры. Не украшают какие-то там, я не знаю, не садят новые деревья. А им надо вот срубить старые. Что за вавки в голове? Я не понимаю, что происходит. Я когда в Новгороде жила, в Великом, когда это лет пять, наверное, назад больше. Так там тоже у нас во дворе были деревья. Они были выше пятиэтажек. И их всех под корень срубили. Представляете, там старики жили, которые знают эти деревья большие, когда они еще малюсенькие были. Или еще там после войны только. Еще что-то. Вот, срубили. Такой указ сверху пришел. Откуда эти указы идут? Кто это вообще решает? И что это за хрень такая? Где наши вот эти... Что там у нас были? Зеленые какие-то, которые защищают природу. Еще что-то. Это все. Нету этого всего уже, что ли? Новое время у нас. Короче, полная фигня. А, и вот. И она мне прислала еще фотки, где она просто с окна снимает. Там солнышко, лучики, еще что-то. Боже, это так классно. Оказывается, я вообще обожаю солнце. Поэтому меня зовут, наверное, Ира. Про бог солнца. Скромно, но факт. Правда, я не могу. Я обожаю воду и солнце. Некоторые люди нет. И я раньше тоже думала, что солнце не очень. Вот когда в Ливане жила, там очень-очень жарко. И мне так всегда там было хреново. И не знаю чего. А я понимаю, что мне было хреново. У меня тело реально радовалось. И оно было как в своей стихии. Наверное, точно я скоро свалю куда-нибудь. На юг. Или еще куда-нибудь. И превратится Ирина Питер в какую-нибудь Ирину Южанку. Вот так вот. Картошечка жарится. Когда ее накрываешь, она получается как снаружи обжаренная, а изнутри как будто запеченная. А если не накрывать, то она просто будет подгорать. А если накрыть и на маленький огонь, то она будет как вареная просто. Ну, в общем, по-разному можно. Я и с луком люблю. И с морковкой. Ну, в общем, по-всякому. Ладно. Такая вот у меня картошечка. Чем буду мешать? Вот это, в смысле, размешивать. Но она не чистая. Ее надо мыть. Я тут готовила Юлька. Оставила. А, кипяток. Ладно, сейчас на секундочку вас тоже поставили. Я тут готовила Юлька. И теперь холоднее будет водичками. Теперь у меня есть, чем мешать. Она идеально чистенькая. Вернее, размешивать, кто мешает, кого бьют. Так у нас до води. Как он там готовится со мной? Все, уже можно размешивать. Неудобно одной рукой. Риска немножечко-то прилипала. Поджарилась. Я придумала, я, наверное, сюда еще потом яйцо разобью. Будет так, как я люблю. Да, прекрасно. Вот такая у меня готовка. Не знаю, что я там болтала. Всем волшебного ветра. Очень-очень люблю вас. Наверное, дожарю. Потом покажу вам. Сейчас поставлю на паузу. Все, мои любимые. Картошечка готова. Надо кусочек попробовать. Тает во рту, а не в руках. Люблю вас, мои хорошие. Пока-пока. Всем приятного аппетита. Как вы кушает.